Приветищи! Это Трейлмейкерс. Игруха, где мы с тобой конструируем из разных обломков различной машины. В прошлой серии мы с тобой такое наделали, такое наконструировали, что вах-бух-бах-аха. И думаю, что в этом выпуске тоже будет неплохо. Но сперва, сперва нам нужно переконструировать наш вот этот вот драндулет. И я сюда хочу всего лишь навсего добавить вот такие вот колёсики. Для чего это нужно? А для того, чтобы когда я вставал на ДБ, то есть когда я поднимал пневму, сжал на педаль газа, и меня подхватывают задние колёса. Так что всё... Значит, что мы делаем? Мы едем за оставшимися обломками. А именно вот сюда. Ух, что-то как-то плохо поворачивается у меня машинка. Здесь у нас скруглённый обломок лежит. Сейчас мы его загрузим. Аккуратненько вот так вот задом сдаём. Пневму лучше нам опустить. Вот. И замыкаем наш кузов задний. Готово. Везём наш обломок. Скруглённый два на один на два. А здесь у нас что за обломочек? Тоже скруглённый, но только по-другому. А вот ещё один. Слушай, а чё если я два заберу? Разом двух зайцев поймаю. Открываем наш багажник. Сдаём аккуратненько задком. И запираем. О! Тяжеловато два бомбочка-то затащить. Хорошо. Попробуем по другой траектории заехать. Не проблема. Давай сбоку. Смотри, как у меня передние колёса утопились. Но мы всё равно заехали. Несмотря на эту грязь. Скруглённый обломок. И ещё один скруглённый обломок. Блин, на кой чёрт мне эти скруглённые обломки? Я чё, шарик что ли собираюсь здесь сделать? А у нас здесь огроменный обломочек на краю островка. Глянь, какой здоровый! О! Шипастые колёса! Они нам очень нужны в этой местности. Слякотные. Они, знаешь, какие цепкие. Я даже в эту горочку еле-еле заезжаю. Так, значит, как нам быть? Как нам погрузить эту фигню огромную? Нам нужно срочно переконструировать наш трактор. Значит, наш прицепчик маловат. Нам нужно его расширить. Значит, что бы я сделал? Ну, во-первых, я бы добавил, конечно же, фонари назад. Потому что сзади нифигашеньки не видно. Так будет намного проще. Ещё можно, в принципе, и по бокам влепить. Потому что в здешней местности нету фонарей. И улицы никто не освещает. По поводу прицепа. Нам придётся распрощаться с тем, что мы имеем. Сделать гибкий прицеп. Для этого нам понадобится вот такая вот ось управления. Мы её прицепим. Хотя нет. Такая выглядит довольно хрупко. Возьмём вот такую двойную. Поставим здесь. В общем, сделали мы заготовочку. Сейчас посмотрим, как эта заготовочка у нас будет ездить. И вообще, подходит ли у нас размер? Чё это у нас отвалилось? Фонарь! Все фонари подлетали. Плохая была идея с фонарями. Ладно. Значит, проверяем. Прицеп ездит. Это хорошо. Посмотрим, что у нас по размерам. Ээээ, я не понял. Куда ты покатился? Стой, стой, стой. Куда ты покатился? Фига себе шарик. Мы швово теперь отсюда фиг вытащим. Ай, здесь ещё и вода. Поднимаем, значит, нашу пневму. Ну, так получше будет. Я надеюсь. Вроде видим. Нам нужно сейчас с тобой посмотреть, нормальный ли у нас прицеп получился. Подходит ли он под размеры? Вроде подходит. Ну, не совсем. Нужно ещё подлиннее сделать. Хорошо. Сделаем. Тестируем. Пробуем погрузить эту огроменную голыбу. И заехали, заехали, заехали. Ништяк. А теперь поднимаемся аккуратненько. И мы его подняли. Подняли, подняли. Теперь надо каким-то макаром его ввести. Ввести. Это, конечно, будет просто трешак полный. Во-первых, потому что мы не заедем в горку, это точно. А во-вторых, потому что он падает. Нам нужен здесь с тобой другой транспорт. Вот такой. Я думаю, с ним-то мы потолкаем. Вот и все проблемы решены. Наш амфибий выручай. И проблему нам решай. Так и живём. Так и катаем, как навозные жуки. Решающий момент. Интересно, закатим мы его или не закатим. Сейчас узнаем. Эти-ти-ти-ти мощи не хватает. Не, не закатим. Ну чё, закатить мы его не можем. Будем конструировать какую-нибудь конструкцию. Ну, вот такая конструкция получилась. Назвал я её Муравей. Потому что должно толкать огроменные предметы. Спереди у нас получился вот такой вот ковш. Не знаю, насколько он функционален. Но вот именно сейчас мы это и узнаем. А, погоди-ка. Надо кое-что здесь доработать. У нас теперь с тобой пневмоковш, который умеет вращаться вниз и вверх. Счастье, покажу, как это всё работает. Всё готово. Колёса крутятся. Опускаемся. Если колёса у нас не крутятся, то у нас врубается двигатель. Для амфибии. Вроде плывём, это хорошо. Но плывём не так, как нам нужно. Нам нужно с тобой перенести вот эти баллоны наверх. Вот таким вот образом. Вот. Теперь наша конструкция намного плавучей. Что в этот раз у нас получилось? Значит, заезжаем в воду. Опускаем нашу пневму. О, ништяк. Плывём. Плывём и довольно хорошо. Теперь мы приподнимем немножечко пневму нашу, чтобы работали и винты, и колёса. То есть теперь мы, по идее, и плывём, и едем одновременно. Хорошо. По идее, у нас с тобой получился маленький танк на гусеницах. Правда, гусениц самих нету. Но смотри, как мы заезжаем в горочку. Очень круто. И разворачиваемся, как манёвренно. Протестируем наш ковш. Он у нас выдвигается и задвигается. Вот таким вот образом всё это работает. Можно было, конечно, сделать подлиннейше вот эту пневму. Ну, в принципе, и так пойдёт. А теперь опускаем ковш. Он опускается. И поднимаем ковш. Он поднимается. Всё нормально функционирует. Но я не учёл ещё одну вещь. Дело в том, что ковш у нас находится с тобой на весу. Нам нужно, чтобы он опускался на землю. Нужно его переработать. Ну вот, конструкция исправлена. Ковш у нас опускается вот так вот. Ага. То есть теперь он у нас отлично елозит по земле. И поднимается. Всё шикарно работает. Что ж, опускаем пневму всю. И поехали толкаться. Ух, муравейчик, давай не подведи нас. Ковшик, конечно, маловат для этой штуки. Но давай попробуем затолкать. Давай, давай, давай. Завозим его. Почти подняли. Блин, что нельзя падать. Мы почти его закатили. Но он свалился. Нужно доработать ещё наш ковш. Значит, что мы делаем с тобой? Ставим сюда по краям пневму. О, божечки. У нас получился какой-то скорпион, а не муравей. Ладно, давай протестим, что у нас получилось. По идее, по идее, это должно... О, как наш ковш перевешивает. Нам нужны на задницу весы. Сейчас переходим во вкладку баланс. И берём весовой блок. Поставим его на движок. Желательно побольше. Вот такой вот, наверное, да? Ещё сверху. Я думаю, столько блинов нам хватит. Давай проверим. Тачка у нас капец какая тяжёлая. Да, вроде теперь не перевешивают. Блины отвалились. Чёрт подери. На двигателе их нельзя ставить. Нежелательно. Значит, тогда повешаем сюда. Сзади двигателя. Как заднее колесо у джипов. Будет вот так вот болтаться. Ну да, слушай, 30 килограмм делают своё дело. Но надо бы повесить ещё побольше. Ну вот, три блинка. Вот так вот будут висеть. Посмотрим, что сейчас. Задом сдаём. Ну, в принципе, теперь нормально. Теперь всё хорошо. Проверяем, как работают наши щупальца. Значит, они у нас должны выехать. Ой, чё-то я не то накуролесил. Попыточка номер два. Ага, раздвинулись. Теперь они должны у нас выдвинуться. Давайте выдвигайтесь. Шикарно просто они выдвигаются, но... Ой-ой-ой, тачка поехала. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Но перевес всё-таки ощущается. Ладно, давай их уберём. Есть, убрали. И пойдём-ка проверим. Поможет ли нам это? Так, значит, всё готово. Стоим ровненько. Ну, почти. Вот. Вот так вот ровненько. Теперь выдвигаем наши щупальца. Давайте, выдвигайтесь, детки. И можно теперь завозить. Завозим, завозим. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тебе нельзя туда падать. Это есть! Офигеть. Завезли! Шипастое колесо разблокировано. А чё шуеть? Мы это смогли при помощи этого замечательного трактора. Надо... Надо помахать. Вот так вот. Ха! Блин, это же как руки робота теперь. Смотри, как они шелятся. Я же теперь как настоящий экскаваторщик. Могу вот так вот себя поднять. Обалдеть. Ладно. Руки терминатора мы убираем. Они нам пока что больше не нужны. Складываем всё это дело. Вот так-то. И опускаем свою подвеску. Шикарно. Просто шикарно. Ю-ху! От радости подрифтим. И меняем себе колеса. Ставим себе шипастые. Вот эти вот. Хорошее сцепление на пересечённой местности. То, что нам нужно. Втыкаемся сюда. Блин, если честно, я бы ещё колесики... Вот сюда поставил. Как мы теперь будем гонять на новых колёсах? О-о-о! Вот это сцепуха! Поехали теперь по грязюке. Проверим. Фигаси! Фига-фигаси! Ну-ка! Вот мы проехались по воде. Ты посмотри, как я тебя по грязи валяю! Сейчас с воды вот так вот берём и заезжаем. Спокойно! Даже поворачиваю вообще без проблем. Обалдеть! Как я долго ждал этих колёс! Блин, мне эта тачка теперь нравится больше всех. Буду гонять только на этом муравишечке. Продолжаем поиски обломков. И вон там вдалеке, смотри, есть обломок, который скатывается постоянно с горки. Надо бы его подобрать. Поехали за ним. О-о-о-о-о-о! Подожди! Кажется, наш муравей потонул. Потому что грузики у него уже есть. Я совсем про это забыл. Мы же навешали на него вот эти блины тяжеленные. И плюс у него ещё тяжеленный ковш. Морочился, морочился, геморроился. В итоге вернулся к тому... Э-э-э, Бахдебе, ты что творишь? Что такое? Куда это мы летим? Я не понял. У-у-у! Вот это прикольно. В машину взять! Ты что с неё... Хе-хе! Я полетать решил конкретно без парашюта! Хорошо, что здесь вода была. А! А если бы он прилетел прямо на меня? Вот это неожиданно. Вызываем, значит, наш трактор. Где трактор? Вот он, трактор. И поехали выручать вон тот вот падающий обломок. Надеюсь, у нас это с тобой выйдет. Э-э-э, в горочку не можем заехать. Надо поменять колеса. Я совсем забыл, что у меня есть шипованный. Ну-ка. Посмотрим, как мы в горочку заедем на наших новых шипованных. Ой, что-то отвалилось. Ну вот, другое дело. Спокойненько. Заехали на горочку. Вообще без проблем. Э-э. Так, подвесочкой поднимаемся. О! Отлично. Э-э, камень. А ты что не падаешь? Я что сюда приехал? Я тебя спасать приехал, а ты что-то не падаешь. Что произошло? Ну ладно, не хочет, как хочет. Значит, поднимаем подвесочку нашу. Черт подери. Не влазит. Ладно. Возьмем другой трактор. Вот этот вот. Я думаю, с этим получится. Стой, 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 стой. Куда ты покатился? Ну нет же, ты не должен был туда упасть. Ладно, подождем. Покараулем. Стопы. Стой, стой, стой. Тебе туда... А, ладно, вали. Вали куда хочешь. Короче, камуш. Э-эм. У меня все попадало. Он туда вниз. Все плавает в воде. Поэтому я беру и тебя толкаю своими двумя. Хы-ы-ы-ы. Не-не-не-не. Не в эту сторону. Хы-ы-ы. Меня придавит сейчас. Да что ж... Что ж за жизнь-то такая? Что приходится делать самому? Ладно. Падай. Ловим камушек этот. Сейчас он должен появиться. и мы его сразу ловим. Ага. Давай! Еее! Поймали! Отлично. Теперь осталось его довести до дрона. Ух ты! Смотри! Там светяшки! Здесь светяшки! Сколько обломков! Сейчас мы вначале вот этот огромный доставим. Пришло время распустить ручки. Выдвигаемся. Ребятки, давайте, давайте. И в другую сторону. Вот так вот. Теперь ты от меня никуда не убежишь. Там еще один огромный блок. Ё-моё. Давай-ка мы подтолкнем этим. И сразу двоих зайцев. Как обычно мы это любим делать. Ого! Колесо огромного грузовика! Вот этот блок мне больше интересен. Подождите-ка, можно я его заберу? Мне только не падай, не падай туда. Ай, фиг с тобой. Катись. Катись на все четыре стороны. А я пока вот это докачу. Давай-давай-давай-давай. Вот сюда вот заходы. Энергия-блок разблокирован. Здорово. Космический корабль завершен на 24%. Ладно, теперь пошли вытаскивать вот этот блок. С огромным колесом. Подцепили. Осталось только выехать из этой... С этой горочки. Ииии, выехали. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Огромное колесо грузовика разблокировано. Я уже хочу посмотреть на это огромное колесо. Ну-ка. Ядрен, батон, какой она здоровая. Я ж теперь такие КАМАЗы могу сделать. Короче, я по-быстренькому смастерил... Чё-чё-то не то с колесами. Хе-хе, что происходит? Хотел по-быстренькому смастерить миниатюрную тачку с огромными колесами, но что-то пошло не так. Ой-ба. Хе-хе-хе. Ой, сейчас подожди. О, теперь вроде всё нормуль. Только тачка прыгает как-то странно. Хе-хе. У меня фигово туча двигателей. Найти огромные колеса ставят сзади. Давай попробуем, как мы будем ездить. О-о-о. Хе, колеса так прыгают. Я просто не могу. Короче, эти поворотные механизмы, они просто, ну, не могут выдержать этих огромных колес. Так, кажется, я сейчас куда-то улечу в воду. Это будет плохо. Я не могу повернуть. Я поворачиваю, смотри как. Звездой. В разные стороны. Всё, я поправил всё. Теперь мы должны нормально поворачивать. О, да. Теперь мы нормально ездим, но не совсем. Хе-хе. Я не понимаю, почему мы как бы подпрыгиваем, как лягушечка. Забавный трактор получился, на самом деле. Ладно, разворачиваемся. Короче, на сегодня всё. В следующей серии мы обязательно построим с тобой огроменный камаз с этими колёсами. Будет чума просто. Ну, а если тебе это интересно, то с тебя лайк-код, скомментоз, ну и, конечно же, подписочка, если ты ещё не подписан. А на этом всё. Удачи, увидимся в новом видео. Пока.